В незапамятные времена, когда мир был еще не таким, как сейчас, родился на свет мальчик. Назвали его Вихио. Едва солнце зашло в третий раз после рождения Вихио, отец по обычаям племени пришел с ним в игвам колдуна, показать сына. Старик долго смотрел на ребенка, а затем промолвил «Храбрым воином станет твой мальчик, и еще будет он любить шутку и веселую песню». Быстро рос Вихио. Рано научился понимать крики птиц и зверей, распутывать паутину следов. От рыжей белки узнал Вихио, что далеко-далеко в северных лесах живет большой медведь, который никого не пускает в свои леса, а если кто забредет, назад вряд ли вернется. Справил Вихио свой праздник первой стрелы и на другой день простился с родным селением. Взял лук, подвязал лыжи и двинулся на север. Много дней пробирался он по лесам, наконец вышел к реке. У берега заметил он полынью, а вокруг следы больших медвежьих лап. «Так вот, где ты бродишь», — подумал Вихио, — «ну берегись». Присел он у полыньи и стал удить рыбу. Скоро из лесу донесся громкий треск, и на лед вышел медведь, такой огромный и страшный, что Вихио сразу понял, почему из этих мест никто домой не возвращается. «Кто тут ловит мою рыбу?» — громко прокатилась по реке. Вихио обернулся и спокойно сказал, — «Здравствуй, медведь-владыка лесов. Меня послала сюда рыжая белка. Говорила она, будто ты прямо лапами таскаешь рыбу из ледяной воды. А теперь посмотри, как я это делаю. Может, и тебе понравится». Медведь покосился на маленького человечка, подошел ближе. Вихио закинул лесу, и вскоре возле него на снегу билось несколько рыб. «Ловко!» — довольно прорычал медведь. «Только крючка вот у меня нету». «Но у тебя есть хвост!» — быстро ответил Вихио. «Сунь его в воду, а как рыбка клюнет, так и тащи». Сел медведь на лед, опустил в полынью свой коротенький хвост и стал ждать. Но когда захотел он подняться, чтобы посмотреть, много ли рыбы попалось, то почувствовал, что кто-то его крепко держит. «Эй, человечек!» — взревел медведь. «Погляди, кто это там схватил меня?» «Разве ты не узнаешь?» «Это мороз!» — засмеялся Вихио. «Он посильнее тебя! Прощай!» Встал Вихио на лыжи, запел песенку о медведе, который примерз ко льду, и побежал прочь. Долго шел Вихио. Наступила весна, а он все не встречал людей. Охотники не бродили по лесам, а индейские селения, через которые он проходил, были пусты. Однажды навстречу Вихио выскочил кролик. «Меньшой брат, куда делись люди?» — спросил Вихио. Кролик пугливо огляделся и сказал. «Пока тебя не было, прилетала сова, она таскает детей прямо из вигвамов. Оттого все покинули эти места. Откуда она взялась?» — спросил Вихио. Но ни кролик, ни другие звери и птицы, даже сорока не знали, где гнездо совы. Тогда Вихио разыскал в селении детскую шапку, с трудом натянул ее себе на голову и прилег возле пустого вигвама. Ночью услыхал он хлопанье огромных крыльев. Совсем рядом раздалась протяжная «Ух!» И в тот же миг цепкие когти схватили Вихио и оторвали от земли. «Никому не уйти от меня!» — глухо прокричала сова и понеслась в темноту. Она подлетела к большому дереву и швырнула Вихио в дупло. Вихио стукнулся о дно дупла. Огляделся, потом вытащил из кожаного мешочка, который всегда висел у него на поясе, комок смолы. «Эй, что это у тебя?» — окликнула его сова, сверкнул желтыми глазами. «На, попробуй!» — ответил Вихио. Сова тут же схватила круглый комок, и клюв у нее склеился. Смола-то липкая, ни проглотить, ни выплюнуть. Билась сова, вертела головой, а Вихио выбрался из дупла, спрыгнул на траву, запел песенку о злой сове, у которой склеен клюв, и пошел разыскивать людей. Он хотел сказать им, что и они сами, и дети их отныне могут жить спокойно.